Ехали-ехали мы по проселочным дорогам и посреди какого-то леса обнаружили вот такое место. Посмотрите, пожалуйста. Здесь есть такое уличное кафе, но все столы стоят стоя, потому что здесь нет обслуживания, судя по всему, и не будет в ближайшее время. И мы видим вот такое здание, роспись интересная под старину, черепичная крыша, очень красивые растения. Мы видим, посетители выносят из магазина какие-то хлебобулочные изделия. Ну, я открою секрет. Это место называется Ялаха Бейкери. Это злачное место, где собираются туристы. Здесь выходные и по вторникам играет живой оркестр в разных стилях музыка. Кантри, вестерн, джаз. Кого пригласят? Они приглашают разных артистов. У них есть они в базе данных. И вот здесь выходцы из Германии. Построили такой дом в альпийском стиле. Внутри очень хорошие всевозможные кондитерские изделия. У них также есть Дели. И мы очень рады, что эта пекарня работает. Она, можно сказать, посредине лесов. И сюда любят приезжать люди, которым не нравится тусоваться в больших городах. Мы не будем заходить, потому что мы сами испечем себе. И вот посмотрите, какой дизайн этого здания интересный. Очень красивые деревья вокруг. И, как всегда, озеро с камышами. Неотъемлемая часть любого флоридского ландшафта. И прекрасная манку. Магнолия. Знак Open развивается на ветру. И я хочу передать, конечно, аромат этого растения. Он божественный. Вот мы отъехали буквально на 100 метров от Ялохи. Пересекли дорогу. И здесь место называется Preserve. Что такое Preserve? Ну, заповедник, скажем так. Смотрите, на территории этого заповедника прекрасные дома, участки. Я смотрю, что там у людей есть, по-моему, питомник или это шелтер для домашних животных или питомник. Вот с этой стороны так устроено строение. Опять же, большие участки земли, обширные. И здесь, конечно, что-то нас интересное ждет впереди. Наша дорога выбирается вот в такое красивое озеро. Видите, мы приехали к самому озеру. Я буду показывать. Мне интересно. Смотрите, якорь у дерева. Я надеюсь, нам несколько лет мы сможем проехать по берегу этого озера. Тут, естественно, частные плотения. И вот каждый пирс принадлежит какому-то дому, который находится у храма с другой стороны. Вот такие дома здесь. И вот такие пирсы. Путешествовать здесь в дождливую погоду это особенный калорий. И вот такие дома. К сожалению, к ладену спуститься не сможем, потому что мы на час не можем. Тут очень много предупреждающих знаков. Просто поедем здесь, проедемся с ним. До сегодняшнего дня мы даже не подозревали, что к озеру Харис есть вот такой выход. Надо будет замолкнуть эту улицу. И сейчас дом покажем. Вот посмотрите, как красиво устроены мужайки, фонтаны. И еще посмотрите, вот здесь уже знак о продаже. Продается участок. Вот этот необработанный участок продается. Скорее всего, он принадлежал к старинной веке. Старинный, 25-го где-то года прошлого века. Затерянный рай. Ну, люди решили немножечко заработать. Вот еще один участок, но он пока еще не на продаже. Тут уже строение попроще. Но тем не менее, в каждом из них есть свой пирс. И они очень хорошо здесь установлены. Видео все это здесь. И еще участок на продаже. Ну, это дом на продаже. Выбирайте себе дом. Дом заросширеный. И вот это, очевидно, тоже очень старинный уровень. Многие капитатели. Снимают удочки. Пачатые удочки. И пустая садь. Садь. Со всеми, которые не любят жить. Коммуны. Смотрите, вот у них такой парк. Пальма и дуб. Ну, это непередаваемое ощущение. Этот лес, это просто сказка. И тут везде чувство такой времени. И вот я вам сейчас покажу такой памятник времени. Сейчас покажем. Давай ты показывай тебе. Что ты говори? Вот такой музей автомобилей старинных. Возможно, кто-то живет в этом маленьком домике. А вот музейный экспонат представляет собой вазу. Заросшую. Старый автомобиль, украшенный растениями. И вот посмотрите. В этом городе есть такая церковь. Судя по названию церкви Ялаха, мы знаем, что это город Ялаха. Церковь невероятно старинная. Еще в времен Тома Сойера. Посмотрите, вот в такие церкви наши любимые герои ходили. Витражные стекла. Так все просто. И вот здесь вот они, наверное, сидят, беседуют после службы. И вот бананы. Вообще удивительный колорит здесь они создали. Ну, не люди создали природу. Да, они просто сохранили все природное в том виде, в котором это здесь есть. Дальше я вижу чей-то огород. Белый забор вокруг дома. Тоже такая американская стилистика. Такой интересный дом. И еще один, не менее интересный дом. Эти дома очень уютные. Огромная каминная труба. Здесь два гаража. Но здесь живут, конечно, зажиточные. А что за этими зарослями? Ну, тут уже вообще бананы потеряли контроль. Здесь вот такой таинственный дом. Он очень старый, но обитаемый. Я вижу свет в окошке. Да, трудно содержать его в порядке.